Всем привет! Сегодня у нас на обзоре очередной автомобиль. Прошу прощения, что видео выходят очень редко. Будем стараться выпускать их чаще. И сегодня у нас на обзоре автомобиль ВАЗ-2110. Модификация, если более точно сказать, это 101. ВАЗ-21101. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Данный автомобиль оснащается двигателем объемом 1,6 литра и 8-ю клапанами. Мощность двигателя порядка 81 лошадиной силы. В принципе, вот этого двигателя для автомобиля вполне достаточно. Потому что автомобиль весит чуть-чуть больше тонны. Там что-то порядка 1020 килограмм. И поэтому динамика более-менее... Ну, для поповозки нормальная динамика. Вот. Я думаю, что вы уже видели не одну тысячу таких обзоров. Поэтому вдаваться в подробности технические данного автомобиля, я думаю, не стоит. Вам это мало интересно. Ну, с чего стоит начать? Что автомобили эти планировали выпускать еще в 92-м году. Их начинали разрабатывать еще в 80-х годах. Ну, в итоге из-за кризиса и тому подобного этот автомобиль вышел в свет первый раз в 95-м году. И выпускался он до 2007-го года. Оснащался он двигателями 1.5, 1.6, как 8-ю, так и 16-ю клапанами. Как я уже сказал, здесь 1.6 двигатель с 8-ю клапанами. Этот двигатель считается очень надежным. И при обрыве здесь ремня ГРМ клапана не загибает. На просторах интернета можно почитать отзывы людей, которые говорят, что данный двигатель выхаживает по 300 тысяч без капиталки. У этого двигателя пробег 191 тысяча. Его также еще никто не капиталил. И он еще себя прекрасно чувствует. Заводится практически в любой мороз. Как видите, 89-й регион. Как понимаете, на севере морозы сильные. И он при этом заводится. Опять же, что поспособствовало тому, что автомобиль до сих пор не сгнил. Что опять же, 89-й регион. Там соль практически на дороге не сыпет. Поэтому он не гнилой. Есть много вмятин. Ну, я не знаю. Здесь практически ни одна деталь. Ну, нет такой, что она полностью целая. Наверное, где-то все равно какой-нибудь косячок есть. Но она не гнилая. Хотя, на самом деле, эти автомобили гниют довольно сильно. Начинается у них все с кромки дверей, низа крыльев гниет. Опять же, вот этой защитой пластиковой антикоррозивы, подкрылков, так называемых. Около них начинают появляться рыжики и гниют начинают. Но здесь, как видите, ничего нет. Вот небольшой скол здесь есть. Но гнили нет вообще. Также и задние арки целые. Хотя вот задний крыльок довольно сильно помят. Я думаю, вы все прекрасно помните, когда эти автомобили только появились на наших автомобильных дорогах. Они смотрелись как-то чудно или как, я даже не знаю. Мне они вообще никогда не нравились. Особенно, когда, вспомните, вот они первые десятки были на 13-х колесах. Вот такие маленькие колесики и вот такая вот дутая машина вся. И мне казалось, такое уродство кто мог только придумать. Но вот сейчас, как видите, здесь 14-е колеса стоят, а многие уже ставят и 15-е колеса на свои автомобили. Они смотрятся уже не так чужеродно, эти колеса на автомобиле. И он уже, ну, не такой уродливый что ли. Здесь дорабатывался уже автомобиль. Ну, как сказать, легкий рестайлинг у него что ли был. Меняли панель. Здесь уже, как дальше вы увидите, когда покажем вам салон, увидите, что здесь стоит европанель. А также была линзованная оптика на некоторых автомобилях для ближнего света. Ну, галогеновая, но линзованная. Здесь стоит пусты. И сзади оптика тоже менялась. Здесь уже тоже обновленная. Ну, давайте уже перейдем ближе к салону. Расскажу вам немножко про салон. Ну, как видите, здесь уже новый руль стоит по сравнению с предыдущими десятками. И европанель. Она, видите, такая более уже округлая. Ну, и смотрится более современно. Уже не такая уродливая, как вот с этими клавишами непонятными. Вот здесь, как на панели на старой было. Здесь уже вот так сделано. Ну, конечно, вот сразу хочу поговорить о минусах этого автомобиля. Вот смотрите, вот у них ума хватило, да, и желания сделать вот эти ручки под дерево. А вот на эти ручки разместить стеклоподъемники электрические не хватило. Их вот как вот на старых Волгах тоже на десятках, я помню, была такая фишка. Вот посередине между сиденьями разместили вот эти стеклоподъемники электрические, клавиши стеклоподъемников. Я даже ездил с человеком, который, ну, уже много лет вводит автомобиль такой. И он уже все равно едет. Едет, когда стеклоподъемник хочет опустить, он начинает отвлекаться от дороги и смотреть, чтобы не нажать ни на подогрев, ни на заглушки, которые для задних стеклоподъемников идут. А именно на стеклоподъемники передние, чтобы свое стекло открыть, опять же, а не соседа своего. Я считаю, это вообще, ну, неправильно было. Как так? Я не знаю. На ощупь тоже очень сложно. Причем, вот видите, как я должен изогнуть руку свою, чтобы что-то там нажать. Опять же, что еще мне не нравится в этом автомобиле? Я не говорю уже о том, что здесь там все вот так вот собрано, что вот эта панель вот так вся целиком ходит. Я об этом уже не говорю, это понятно. И время автомобиля, как-никак, уже сколько, 2006 года, это ему 10 лет. Ну, не в этом дело. Что мне здесь не нравится в этом автомобиле? То, что стекла, вот лобовое стекло, довольно сильно обмерзает. Вот, несмотря на то, что в салоне будет жарко, стекло, вот если идет снегопад какой-то, сильно обмерзает. Дворники здесь наркоманские какие-то, они еле-еле работают. Конечно, это, наверное, особенность данного автомобиля, потому что я ездил с другими людьми тоже на десятке, у них побыстрее дворники работали, но все равно медленно. Как видите, на автомобиле установлены вот эти дополнительно чехлы одеты с боковой поддержкой, потому что своя боковая поддержка, но она вообще никакая. Здесь вот эти чехлы как-то держат. Вот. А так, в основном, для передвижения своей пятой точки из пункта А в пункт Б, этот автомобиль подходит довольно неплохо. Конечно, вы не получите никакого драйва, не получите никакого комфорта, шумоизоляции здесь никакая, все гремит, все бремчит. Ну, после более-менее нормальной иномарки, когда вы садитесь в десятку, и на скорости уже 120, ну, как-то это, не очень комфортно ехать, что ли. Может быть, даже сказать, страшновато. Но ехать можно, это, конечно, все равно уже не классика, это шаг вперед, это гораздо лучше классики и комфортнее, но все равно это далеко не иномарка. Ну, по деньгам, опять же, если вы молодой студент, у вас денег сильно нету, где-то вы там подработали в строеотряде, либо еще где-то, но в пределах 100 тысяч вот такой автомобиль можно купить. 100, 110, 95, 80 тысяч там, все зависит от состояния автомобиля и комплектации. Но вот такой комплектации они немножко как будто бы подороже, из-за того, что здесь вот эта европанель стоит, другой руль, ну и вот под дерево, видите, подогрев сидений передних есть, уже какие-то опции хоть есть, электростеклоподъемники передних дверей есть, задние весла стоят, уже какие-то плюсы есть. Вот, опять же, какой есть плюс мне нравится в этом автомобиле, что, допустим, я бы хотел видеть даже в некоторых иномарках, то, что вот вверху вот эта подсветочка у нас, салона, она регулируется. Конечно, она светит слабо, но тем не менее, я вот могу как фонариком ей подсветить, повернуть, куда мне надо, и подсветить. Это, я считаю, очень удобно. Ну, а так, здесь, в принципе, не о чем сильно рассказывать. Музыка здесь уже дополнительно устанавливалась в Sony. Колонки сзади какие-то блины положили, здесь стандартные вроде бы как колонки. Ну, звучит все это отвратительно, ну, как есть. Вот, давайте вот покажу вам место в салоне. Вот я сижу. Сейчас я даже немножко бы отодвинулся, потому что я и близко сел. Ну, конечно, регулировка сидений ужасная. То далеко, то близко. Ну, да, вот так что-то, наверное, похоже. Нет, сейчас далеко как будто будет. Тоже не очень удобно регулировать. Вот, ну, все, вот так вроде бы мне хорошо. Сейчас я сяду сам за собой. Ну, вот, смотрите, сажусь сам за собой. Мой рост-то невысокий. Метр семьдесят пять где-то у меня ростик. А я упираюсь сам в себя. Вот видите, коленками вот так вот себя буду подталкивать. Здесь я себе голову поднимаю. Я ударяюсь. Ну, в шапке, конечно, вот так. Ну, даже я вот так и головой упираюсь все равно. Здесь вот нависает вот эта боковушка. Ну, не знаю, здесь... Ну, конечно, можно ехать сзади, но не очень комфортно. Если не сказать, что совсем не комфортно и влазить. Видите, вот я могу удариться вот так об нее. Короче, не ахти. Шапку я одену, потому что у нас холодно. Обычно автопроизводители в угоду салона делают меньше багажник. Но это не про АвтоВАЗ. В данном случае салон маленький, багажник довольно большой. Багажник может открываться как с кнопки вот с этой на пульте. Также с кнопки, которая идет там на панели приборов. Типа электрический багажник. И может с ключа. На данном автомобиле он открывается только с ключа. Потому что, ну, какая-то неисправность. Либо с замком самим, либо с кнопкой той в салоне. Как видите, багажник здесь большой. Здесь вот стойка. Как вот АвтоВАЗ без передней стойки новой. Никак. Ну, я шучу, конечно. На самом деле здесь подвеска довольно живучая. И всякие втулочки. Вот придется менять там те же самые стойки стабилизатора. А вот стойки амортизатора ходят довольно долго, если они качественные были установлены. Видите, в чем прикол еще русского автопрома любого. То, что у нас наши автомобили, это русская рулетка. Вот купил один человек, два соседа, допустим, купили одинаковые машины. У одного она будет ходить долго и нормально. И он будет говорить всем, что она у меня не ломается и все отлично. А у другого она будет сыпаться чуть ли не со второго дня. Вот здесь вот, допустим, в этом автомобиле. Вот я до сих пор не могу побороть болячку. Да, вот есть такая фишка, что автомобиль, когда едем, на ходу начинает показывать, что он перегрелся. Датчик температуры начинает зашкаливать. На самом деле глушим автомобиль, заводим, и он показывает меньше 90. Подключаем компьютер для диагностики. Проверяем температуру. Он показывает меньше 90. Также прогреваем до 92. Вентилятор срабатывает, как и положено, на 92 градуса. Но почему-то на панели приборов он зашкаливает до 130. Вот никак не поборол. Датчик менял. Может быть, кто-то знает. Напишите в комментариях. Буду очень благодарен. Ну, ладно. Про багажник я тоже все рассказал. Там полноценная у нас запаска. Не буду уже вам ее открывать, показывать. Багажник большой. Единственное, что проем здесь довольно узкий. Что-то большое. Вот телевизор тот же самый. Вы уже сюда тонкий телевизор поставите. А вот такой толстый телевизор, какие раньше были, такой уже вряд ли сюда войдет. А так багажник большой. Лучше бы сделали салон больше. Ну, как видите, здесь антикрыло и оптика немножко другая. Ну что, на улице холодно, пора бы и прокатиться. Давайте поедем. Вот, ребята, смотрите, что опять же бывает с автовазом, если его помыть. Опа! Волшебство! Как видите, дверь самооткрывающаяся. Причем это не только она. Еще и эта дверь так же бывает. Только водительская нормально закрывается. Слава богу, не выпадаю я. Остальные все могут выпасть. И фишка-то в чем? Ладно бы я вчера помыл машину. Ну, блин, помыл-то давно. И уже несколько раз она вот так вот глючила, пока не прогревается салон, и она не начинает закрываться нормально. А вот сейчас вроде закрылась. О, закрылась, ребята, нам повезло. У нас оператор не выпадет. Счастье. А так вот, я привык, как сделать, на Шкоде, да? Помыл машину, подъехал после бойки, открыл вот так двери, постоял на морозе, оно все замерзло, я их закрыл, и все, вот блин, сейчас дверь. Закрылась, все, нормально, все двери закрылись, можно ехать. А, нет, это не закрылось. По очереди. Видите, прикол. Какую? О, обе, что ли, закрылись? Ну, слава богу. Поехали. Нет, это не закрылось. Ну, ладно, погреемся пока, постоим. Увидимся уже в дороге. Вот такая вот у нас зверь. Зверь машин. Немножко внедорожный тест на ВАЗе. Кстати, вот, благодаря своему клиренсу, вот здесь видно, что кто-то ехал и утюжил полностью всю дорогу. А мы едем даже не шоркаем ничем. Вторую включил. Потихонечку, потихонечку. Сейчас вот обдув, углавлю немножко, чтобы не шумело. Как видите, я вот даже на холостом ходу еду просто. На второй, на холостом ходу. Двигатель этот тяговидый. Как я говорил, мощности здесь вполне достаточно для этого двигателя, потому что, ну, на переднеприводном автомобиле мощность большую сложно реализовать. Здесь же нету никаких антизаносов и тому подобного. И даже на второй, при резком нажатии на акселератор, колеса начинают шлифовать. И, как на любой переднеприводном автомобиле на любом, вы начинаете рулем подруливать. Искать траекторию. В этом отношении полный привод рулит. Ну, и задний, в принципе, тоже. Но зато по бездорожью, вот по такому, на переднем приводе лучше, чем на заднем можно проехать. Давайте, наверное, по трассе немножко прокатимся. Попробуем там что-то показать. По городу, я думаю, чем вас не удивить. Да и по трассе, я не думаю, что чем-то вас смогу удивить. Машина вообще не создана эта, для того, чтобы управлять. Я говорю, удивительно, что здесь есть те же самые стеклоподъемники электрические. Вот, смотрите, вот то, что я вам говорил. Показывает, что как будто бы машина перегрелась. На самом деле, если сейчас я ее заглушу и заведу заново, будет температура ниже 90. А сейчас он показывает, как будто бы она выше 100. В чем прикол, не пойму. Никому. Лизка еще Ваза в том числе десятки ее не уважают на дорогах вот каждый хороший человек в кавычках норовит вас подрезать вот типа как вот этот, вот я сбавил его пропустил вот каждый вот такой товарищ хочет вас подрезать, вообще каждый хлебом не кормить, дай перед вами перестроиться хотя еду я вроде бы как по скорости потока давай-давай-давай со мной там сзади Kia Rio хотел зарубиться Kia Rio там фальс-фальс тус обгоняет как-то десятка не дает им проехать но давайте наверно попробуем замерить динамику все-таки сейчас здесь перестроимся ну что сейчас пропустим на счет 3 1 2 3 вот видите нет не пошло шлифует надо меньше разгазовывать давайте попробуем еще 1 2 3 хоть со второй 2 хоть со второй трогаться не бесполезно едет пас в салоне очень шлифует а скорости а скорости 110 5 3000 оборотов почти 120 км в час кстати про расход я не говорил на автомобилях расход довольно неплохой поэтому их и любят эти автомобили таксисты начинающие водители машина в обслуге очень дешевая в принципе все запчасти недорогие доступные есть в каждом магазине и плюс расход топлива небольшой в принципе содержать автомобиль довольно несложно я бы рекомендовал покупки если у вас не очень много денег если вы еще не имеете хороших навыков вождения в этом автомобиле вы во первых сможете передвигаться он довольно хорош для наших условий во вторых вы научитесь автомобили ремонтировать водить научитесь потом когда купите иномарку вы будете всем рассказывать что я когда-то учился на десятке ну на этом все я думаю что сильно затягивать видео всем спасибо за просмотр ставьте лайки если видео вам понравилось подписывайтесь на канал всем пока